Добрый день, Сергей. Спасибо, что вновь посетили нашу студию. Сегодня хотелось бы поговорить о таком явлении, как некое социальное устройство. И в этой связи интересны ваши мысли, о которых я читал в ваших постах. Они связаны с устройством определенным историческим. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, в чем все-таки основная мысль этого устройства. И дальше мы, может быть, обсудим это. Я хотел бы сделать некую историческую электроспективу, чтобы объяснить, откуда взялись мои наблюдения, связанные с тем, что, на мой взгляд, происходит сегодня современным миром. То есть, очевидно, он меняется. Очень много процессов происходит. Из-за этого очень много конфликтов по всему миру происходит. Мир глобализируется. Он претерпевает некую трансформацию. То есть, мы, очевидно, это сейчас видим. То есть, нам средства коммуникации, которые сейчас распределены во всем мире, позволяют это наблюдать. Это достаточно интересно, потому что мы можем сейчас пофантазировать или подумать о том, куда мы на самом деле идем. Давайте попробуем. Потому что, зная тренды, да, то есть, зная, куда мы идем, мы можем, может быть, иногда действовать на опережение и в личном плане, и в плане каких-то сообществ, в которых мы живем. Можем называть это государство или какие-то группы товарищей, неважно это. То есть, мы можем построить какую-то успешную стратегию, да, если... Да, конечно, основная идея, собственно, любого аналитика или прогнозиста в том, чтобы выстроить некую стратегию на какое-то обозримое будущее. Давайте там 200 лет, и будем летать на Марс, и там будем поселение строить. Может, будем, может, не будем, мы не знаем, да, то есть, ну, давайте говорить о том, что произойдет, может быть, ближайшие 10-15 лет еще в рамках нашей жизни, да, то есть. Какие интересные наблюдения, которые происходят, в общем, сегодня, да, то есть, вот на сегодняшний день. Там, если окунуться немножко в историю, то то, как живет мир сегодня, и то, как управляются государства сегодня, так было не всегда. То есть, доиндустриальный период государства из себя представляли в основном некое тканое полотенце, тканое одеяло, да, то есть, некие сотовые модели. Я потом вам сейчас немножко объясню, чем сотовая модель отличается от вертикально интегрированной, и где применяется одна, и где применяется вторая, да, то есть. И почему это так? Ну, на мой взгляд, опять же, да, то есть, я не претендую на истину, там, последней инстанции. То есть, раньше, ну, какое-то развитое государство, например, Англия в средних веках была образована в виде, там, или Германия, в виде каких-то земель, в центре которой находился всегда замок. И это из себя представляло некую живую ткань, как клетку организма, где замок являлся ядром клетки, и его окружение являлось там оболочкой клетки, ну, границы уже являлись оболочкой, содержанием клетки, да. Над этим, над всем был некий управляющий орган в виде, ну, скажем, там, короля, императора. Был епископ, который выполнял роль, скорее, идеологическую. То есть, он задавал тренд, он задавал смыслы, обычно они были религиозные, то есть. И в рамках этих смыслов, через армию короля и механизм принуждения, весь этот организм действовал в рамках выбранной данной стратегии. Да, то есть, там, если мы, там, опять же, еще немножко отмотаем назад, там, были долютеранские времена, до Мартина-Лютера. Да, и как изменилось? Благодаря тому, что изменилась просто идеология, поменялась полностью структура и экономики, и жизни в большей части Европы. Да, и та Европа, которую мы знаем сегодня, она, собственно, появилась благодаря смене парадигмам и идеологии. То есть, ну, началось с периода индустриализации, примерно 200 лет назад. Чем он был обусловлен в социальном плане? То есть, начали образовываться предприятия, которые требовали большой физической присутствия людей. То есть, там, очень много физического труда использовалось на данных предприятиях, поэтому требовалось очень много людей, которые уже не могли коммуницировать между собой напрямую. То есть, они не знали друг друга, они съезжались там со всех областей, их выстраивали в какие-то отряды, бригады. Они работали посменно, они работали в каких-то отдельных цехах по какой-то профпригодности. И это потребовало совершенно другой системы управления. То есть, когда команды издавались наверху и через бригадиров, допустим, или каких-то руководителей цехов уже директивно, непосредственно передавались уже рабочим, которые выполняли директивно, строго эти команды. И чем меньше нарушалась команда, тем, значит, лучше работал сотрудник. Эта система тоже не новая. На самом деле, эта система, эта военная система, это римские легионы. То есть, до индустриальные времена она применялась исключительно в рамках войны, когда много людей со всех мест собиралось в одну группу, и они шли воевать. Там не было возможности какой-то саморегуляции. Это только директивное прямое управление, вертикально интегрированная система. Вокруг этих заводов начали строиться города. Ну, какие-то индустриальные центры и города. И, по сути, вот эта система вертикально интегрированного управления стала системой управления государством. И мы в ней живем, собственно говоря, последние примерно 200 лет. Но на сегодняшний день появилось достаточно много интересных тенденций, связанных с тем, что эти системы становятся менее и менее эффективны. А на первые планы, зачастую в части областей, в той же IT, начинает выходить опять та самая сотовая модель. Когда государство, по сути, уже не нужно директивно управлять теми или другими отраслями. Появились, кстати говоря, СРО, все возможные саморегулирующиеся организации, где, в общем-то, роль государства начинает снижаться, снижаться и снижаться. И, по сути, вот эти группы, как говорится, разделенные, может быть, по каким-то признакам производственным, по каким-то признакам интеллектуальным, по каким-то признакам каких-то увлечений и так далее, они начинают быть самодостаточными. То есть, на сегодняшний день, там, индустрия, какое-нибудь производство, ну, какой-то там, допустим, возьмем какую-то продукцию. Вы имеете в виду экономические самодостаточные? Да, да, они становятся и социально, и экономически самодостаточными. То есть, уровень средств производства и доступ к ним стал настолько высокий, что, ну, собственно, небольшая группа людей и предпринимателей, которые лично друг друга знают, могут создать предприятие, небольшое предприятие, даже IT-компания какая-то, да, она никаким образом не привязана уже к этому государству. То есть, она даже валюту может использовать уже на сегодняшний день, виртуальную. То есть, по большому счету, группа IT-шников, которая разрабатывает какую-то программу или какое-то направление, то есть, она может никаким образом не территориально, не экономически, не финансово вообще не быть связана ни с каким государством. Ну, потому что все, что у них есть, это интеллект и компьютеры. Компьютеры они позволят, как средства производства, себе купить сами уже. Я почему говорю, что уровень средств производства. То есть, думать о том, что там сто лет назад рабочий мог себе позволить купить какой-то станок, в виде токарного станка или домина, они стоили для них, а то есть, для них зарплат колоссальные деньги. На сегодняшний день предприниматель средней руки может создать цех по металлообработке, причем с ЧПУ, станками, используя какой-то банк или что-то еще, и быть абсолютно самодостаточным. Ему не нужно директивное управление государством для того, чтобы знать, что ему делать, условно говоря. Ну, а как же государство? Защищает оно границы и медицину дает, образование. Мы опять отматываем 200 лет назад. И, в общем-то, о чем мы говорим? Ну, во-первых, медицина есть частная, и зачастую она и более успешная, и иногда намного дороже. Ну, опять же, если мы берем просто, если мы платим нам страховку и получаем какую-то страховую медицину, то есть большинство людей уже переходят на страховую медицину, потому что она просто более эффективная, более высокое качество услуг. Если мы не берем медицину, мы говорим, допустим, безопасность. Но та же безопасность обеспечивалась и в сотовой системе те же самые 200-300-400 лет назад. То есть была государственная армия, которая содержалась на общие налоги, которые, условно, скидывались вот эти соты, земли, лорды. И да, общая федеральная армия, мы назовем ее федеральная или государственная армия, защищала всю эту агломерацию. Просто на сегодняшний день наметился тренд в том, что начали образовываться некие кластеры уже, которые могут быть самодостаточны. При этом на сегодняшний день эти кластеры, на мой взгляд, они распределяются не в двухмерном мире, как вот это было, допустим, в средние века. То есть они уже становятся несколько трехмерными. То есть на одной и той же территории, допустим, мы себе берем большие города или какие-то большие агломерации, могут существовать группы, которые в общем достаточно крупные, но при этом они экономически независимы и друг с другом абсолютно не связаны. Вот, допустим, там какая-то группа таксистов, которая объединена одним приложением. По сути, они управляются приложением. То есть есть софт, который управляет, собственно, этой социальной группой. Экономическая вся их деятельность управляется в рамках одного приложения. И группа банкиров прекрасно существует на одной территории, никаким образом не соприкасаются, кроме каких-то мелких услуг друг к другу. Но при этом и та, и другая группа, в общем-то, никаким образом не связаны с государством. Напрямую. То есть им, по большому счету, они от него практически не зависят. Вы хотите сказать, что государство можно будет заменить софтом? Ну, вообще, государство как услуга – это основной тренд последних, наверное, лет 50 в Европе. То есть об этом на всех политических форумах и всяких социальных форумах об этом очень часто говорят, что, собственно говоря, государство – это обслуживающий персонал для населения. То есть, ну, по крайней мере, это декларируется, и, возможно, этот тренд существует. То есть он тяжело очень идет, потому что люди, которые представляют из себя систему управления, они не очень хотят, чтобы это было так. Сопротивляются. Но, тем не менее, тем не менее, тренд и запрос на это существует. И, конечно, мы сейчас говорим, кстати говоря, вот хороший пример – это сайт госуслуги. Ну, я на сегодня 90% вопросов, которые мне нужно решать, коммуницируя с так называемым государством, мне нужно было куда-то пойти, написать какое-то заявление, стоять какую-то очередь, коммуницировать с каким-то чиновником, где-то расписаться, что-то принести им какие-то фотографии, где-то пойти к другим чиновникам, взять какие-то… На сегодняшний день я просто захожу на сайт, через 15 минут я заполняю все формы, прикладываю все нужные документы и забываю об этом. Это где-то рассматривается, если я все сделал правильно, я иду и просто получаю уже готовый результат. Вот отличный пример, когда государство заменяется софтом, прям в прямую. Хорошо, вот те пространства, которые, как вы говорите, трехмерными становятся взаимодействия. Я знаю, что, например, в каких-то крупных домах организуются чаты, собственники общаются между собой, или даже в подъездах, если дома крупные. Бывает на этих же территориях родители организуют чат класса и так далее. То есть это вот то, о чем вы говорите, эти соты, которые друг над дружкой находятся, или еще есть какие-то все-таки вертикали? Я хотел бы все-таки поговорить о более каких-то крупных структурах, потому что вот так как мир становится первое глобальным, второе становится прозрачным, мы говорим о том, что вот эти примеры, вот эти мелкие частные примеры неких внутренних саморегулирующихся коммуникаций, они становятся глобальными и для экономик мира. То есть на сегодняшний день, конкретный пример, очень показательный, когда несколько твитов буквально Илона Маска и министр энергетики Австралии решили какую-то глобальную энергетическую проблему, и они построили некую станцию, Пауэрбанк огромный, который решил энергетическую проблему части Австралии. Это всего было несколько твитов. В каким образом государство Австралии или государство Соединенные Штаты в данном случае коммуницировали между собой, сколько бы это потребовалось там 20 или 30 лет назад, для того, чтобы они договаривались, какие-то конференции на каком-то высоком уровне, потом они должны были какие-то соглашения подписать, потом должны были какие-то программы оформить, какие-то финансирования придумать, какое-то обеспечение. На сегодняшний день это решилось несколько твитов. Два человека просто взяли напрямую госчиновник и предприниматель и решили достаточно глобальную проблему без участия абсолютно этой настройки. Сергей, вот у меня такая ассоциация возникает, что мы знаем, что такое деструктивные секты, которые говорят, ну вы к нам входите, а когда начинаешь стучаться из нее, то у тебя начинаются проблемы возникать. Вот я сейчас почему-то подумал о государстве, как о секте, которая наверняка будет вот таких ребят, которые попытаются там, и мы знаем, что есть там либертарианская партия, которая говорит, что мы хотим поменьше государства, она нам вообще не нужна, которые захотят туда вот на выход и говорят, мы будем сами там коллаборацию выстраивать, нам границы, собственно говоря, больше мешают, чем создают какие-то там опасности, что кто-то проникнет. И эта секта государства, если можно так сказать образно, не будет ли сопротивляться и таких вот бегунов стараться как-то вернуть под свой контроль? На сегодня, в общем-то, что значит будет или не будет, она это делает очень активно. Ну да. Запреты криптовалют, это почему этот пример очень важен, потому что финансовая система, это одна из основополагающих систем любой экономической агломерации. То есть, то, в какой валюте мы рассчитываемся, что является у нас эквивалентом валюты, золото, не золото, какие-то еще вещи, это является определяющим, как говорится, вы чьих будете. То есть, если вы в долларе, вы одни, если вы в юане, вы немножко другие. То есть, грубо говоря. И когда появляется криптовалюта, которая не подчинена ни одному, ни Центробанку, которая подчиняется ни одному из государств, и мы везде, и сплошь и рядом, и там, и там слышим о директивах, кстати, и в Соединенных Штатах, и в России, о запрете криптовалют. Постоянно пытаются эту сферу контролировать, потому что через это, собственно говоря, вот эти экономические кластеры, они могут работать уже вне этих систем, вне Центробанков, коммуницировать между собой. Биткоин прекрасно обменивается уже на биржах, и, соответственно, ну а зачем, грубо говоря, мне с кем-то о чем-то разговаривать, если мне, с одной стороны, нет никакой помощи, а с другой стороны, я могу за биткоин продать, за биткоин купить, и тогда зачем мне покупать за рубль, который там дешевеет каждый день? Ну, например, да, то есть. А биткоин дорожает каждый день. Кстати говоря, если мы говорим о валютах как таковых, то есть валюта же, это же просто на сегодняшний день, это же просто система доверия. По большому счету, у нас на сегодняшний день валюта не является в материальном выражении ничем. Это система договоренности. То есть когда-то это был эквивалент золота, потом в какой-то момент от золота и тот же доллар отвязали. Поэтому, почему биткоин растет? Потому что система доверия к биткоину выше, чем к доллару, либо к рублю, либо к иене, либо еще к какой-то валюте. То есть он считается более безопасным. Кстати говоря, о безопасности в сотах тоже имеет смысл поговорить, потому что это очень интересная вещь. Потому что каждая вот такая сота, назовем ее так, более эффективна в том, что там нету издержек на внутреннюю безопасность. Потому что если люди друг друга знают, то они не тратят очень много сил на внутреннюю безопасность. В том числе, кстати, публичности к этому ведет. Тот же Твиттер и так далее. А мы просто мало об этом задумываемся, что огромные издержки, договора, суды, аппарат внутренних дел и так далее. Это все, по сути дела, то, что должно регулировать наши системы взаимоотношения в рамках низкого системы доверия. То есть все это мы содержим для того, чтобы мы с кем-то договорились. Вот мы, я предприниматель, договорились с другим предпринимателем. Но мы друг друга не знаем. У нас очень высокая степень недоверия. И нам нужен весь этот огромный аппарат, который мы должны задержать за эти деньги, для того, чтобы предохраниться от каких-то неправомерных действий, обмана одного относительно другого. Если ты действуешь в рамках соты, где высокая степень доверия, нам это все становится не нужно. Хорошо, давайте об этом поговорим в следующий раз. Продолжение следует...